Антуан Де Сент-Экзюпери «Маленький принц» Шесть лет назад мне пришлось сделать вынужденную посадку в пустыне Сахара. Что-то случилось с мотором моего самолёта. Так как со мной не было ни механика, ни пассажиров, я решил попробовать устранить поломку самостоятельно. Для меня это был вопрос жизни и смерти, так как питьевой воды мне хватило бы только на неделю. В первый вечер я уснул на песке за тысячи миль от населённых пунктов. Вообразите же моё удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «Что?» «Нарисуй мне барашка». Я вскочил, как будто надо мною грянул гром, протёр глаза и стал осматриваться. Я увидел необычайно забавного маленького человечка, который изучал меня с серьёзным видом. Это самый лучший его портрет, какой мне удалось нарисовать потом. Я с изумлением рассматривал это необычайное явление. Вы помните, что я находился в пустыне за тысячи миль от населённых пунктов. Но этот малыш не выглядел измотанным от усталости, голода или жажды. Ничто в нём не напоминало ребёнка, потерянного посреди пустыни. Когда, наконец, ко мне вернулся дар речи, я спросил «Но что ты здесь делаешь?» И он снова повторил «Очень медленно и очень серьёзно. Пожалуйста, нарисуй мне барашка». Всё это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Я достал из своего кармана лист бумаги и ручку. Но так как я никогда раньше не рисовал барашков, то изобразил одну из двух картинок, которые я рисовал чаще всего. Это был удав снаружи. Я очень удивился, когда малыш воскликнул «Нет-нет, мне не надо слона в удаве». Удав опасен, а слон неповоротлив. Там, где я живу, всё очень маленькое. Мне нужен барашек. Нарисуй, пожалуйста, барашка. И я нарисовал барашка. Малыш внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал «Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй мне другого». Я нарисовал. Мой новый друг мягко, снисходительно улыбнулся и сказал «Ты же сам видишь, это не барашек. Это большой баран. У него рога. Я нарисовал ещё раз. Но он отклонил и этот рисунок. Этот барашек слишком старый. Я хочу такого барашка, который будет жить долго». На этот раз моё терпение лопнуло, потому что я торопился разобрать мотор. Я изобразил на бумаге ящик и сказал малышу «Вот тебе ящик. Внутри находится барашек, которого ты просил». И как же я удивился, увидев, что лицо моего юного судьи просияло. «Это именно то, чего я хотел». «Как ты думаешь, этому барашку будет нужно много травы?» «Почему ты спрашиваешь?» «Потому что там, где я живу, всё очень маленькое». «Конечно, ему хватит травы». «Я дал тебе очень маленького барашка». «Мой юный друг склонил голову над рисунком». «Не такой уж он маленький. Смотри, он уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Спасибо за субтитры ими. Сив named «В Carter Tso» Всем спасибо, спасибо за просмотр! «В hous reach! hp всплайте лет». Продолжение следует...